Мы продолжаем говорить о цифрах, напоминаем, что сегодня у нас пятница 13-е, и в связи с этим, ну, наверное, было бы нелогично не пригласить такого специалиста. У нас в гостях кармический нумеролог Юлия Морозова-Гуляева. Здравствуйте. Доброе утро. Вот, вы слышали, да, эти стереотипы, кто-то боится, кто-то считает счастливым числом. Как нумерология смотрит на все это? Число 13-е вообще очень фартовое число, и бояться его абсолютно не стоит. А у людей страхи из-за того, что просто нету понимания, да, что оно несет. Поэтому пятница 13-е, если говорить вообще о дате, 13 декабря 2019-го года, чуть-чуть прогнозика, да? Да, да, да. На сегодняшний день. Давай. Что за собой он несет? Прежде всего, там есть, конечно, элемент иллюзии, кстати, страхи тоже попадают очень хорошо под вот эту дату. Но это больше направлено на, например, если человек выбирает дату какого-то события, то он должен все перепроверять. Если он вкладывает куда-то деньги, он должен перепроверять. Если женщина, вот, например, сегодня познакомится с мужчиной, то там будет какой-то вот этот вот бэкграунд, который тоже нужно будет перепроверять. То есть, если говорить именно про эту дату. 13-е, 12-е, 19-е. Да. А что значит, ну, перепроверять? Ну, будет какой-то сюрприз в процессе. А как вообще вот правильно воспринимать и интерпретировать эти цифры, которые нас, в принципе, везде окружают? Я об этом могу говорить и вечно, как их можно. Каждая, каждая... У нас эфира не хватит, да. Каждая цифра интерпретируется. Каждая цифра – это есть энергия. Если мы правильно ее считываем и правильно ее употребляем в нашу жизнь, употребляем именно, то у нас жизнь складывается самым максимально благоприятным способом. Да? Вопрос. Я хочу сузить твой вопрос. Вернемся к нашей дате сегодняшней. Вернемся. 13-е, 12-е, 19-е. То есть, вы перечислили несколько разных событий. То есть, какое-то ты важное событие планируешь на эту дату, либо пытаешься вложить крупную сумму денег во что-то там покупка, да? Или там девушка познакомилась с мужчиной в эту дату. То есть, перепроверять, оно будет неблагоприятным или благоприятным во всех трех случаях? Или... Там просто существует такой элемент иллюзии некой. То есть, нужно на все эти ситуации смотреть, прежде всего, без розовых очков, то есть, адекватно подходить. И перепроверять источники. То есть, если ты вкладываешь деньги, то нужно понимать, то есть, все взвесить. Да? Если, например, приходит тебе в твою жизнь мужчина в этот день, да, то здесь, ну, как бы, нужно меньше эмоций и больше... Клодокровно подходить. Да, да, если получится. А если к тебе приедет мужчина, будет подходить. Надо его проверить. Обязательно. Клодокровно, да. То есть, дата сама по себе необычная. Необычная. Ну, я считаю, что любая энергия необычная. Но просто здесь же еще человек, когда проживает свою жизнь, то есть, он либо, ну, там нету, он либо в плюсе, либо в минусе, да? Иногда бывает, что золотая середина – это редкость. Вот я за золотую середину, для того, чтобы ее придерживаться, нужно бы стараться настраивать на внутреннюю гармонию. Ну, вот мы сейчас находимся в декабре. Да, отличный месяц. Так. Да. Год подходит к концу. Осталось тут буквально считанные дни. И согласно нумерологии, можно ли что-то посоветовать людям еще успеть сделать в этом году, куда-то вот направить свою энергию? Что надо было вообще сделать за этот год? Вот эти общие прогнозы мы можем с вами. Мы можем с вами сейчас, например, высчитать энергию 2020 года. О, давай. Да? Почему бы нам это не заняться? Что мы для этого делаем? Мы складываем день рождения, месяц рождения и 2020 год. И все это приводим к энергии до 9. Ну, например. Давайте, так, от меня какие нужны данные? Значит, день рождения, месяц рождения. Девятое число, 11 месяц. 20. Складываем 20. Уже неплохо, да? Математика. Так, дальше. 2020-й это у нас будет четверка. Четверка. Да, 2 плюс 4. Ну, 20 это мы сокращаем. Это будет 2. 2 плюс 4, 6. 6. 6. Ну, давайте я начну. То есть сейчас наверняка все будут считать. Я начну с единицы. Да. Мы дойдем до шестерки обязательно. Я надеюсь. То есть те зрители, у кого получилась единица. Я рекомендую в 2020 году начинать все новое. Это закладывается в этот год, такой некий фундамент ближайших 9 лет. Да. Это единица, да. Я уже посчитал только что. То есть что-то новое обязательно. Может, это год успеет. Оно произойдет. Вот так. Ну, подумай. Простите. Те, у кого получилась двойка. Это предсказание. Это энергия гармонии, партнерства. Здесь больше нужно направить энергию внутрь себя, сохранять свой баланс, потому что в течение 2020 года будут происходить такие события, которые из этого состояния равновесия будут выдергивать. Третья энергия. Это энергия, связанная с творчеством. Очень много будет веселья, динамики у людей. Третья энергия. Троечники, повеселитесь. Мне кажется, у нас утро, это троечка. Да? Постоянно. Да? Постоянная троечка. Ну, видишь, как хорошо. Ты уже слышишь, на самом деле, видишь, как в потоке это называется. Четвертая энергия. Энергия про фундамент, про созидание. Люди, у кого появилась эта энергия в раскладе, да, я рекомендую заняться вопросами недвижимости, покупкой земли, все, что связано. Ну, кстати, вот женщина, если четвертая энергия попадает, может прийти вот мужчина жизни, с которым потом она создается отношение. Пятая энергия, пятая энергия, это энергия перемен, путешествий, этот будет год, он будет меняться, события будут настолько вот меняться, что вот подведя итоги, в конце 2020 года человек поймет, что... Очень был насыщенный. Очень насыщенный, да. Шестая энергия, это энергия любви, семьи, дома, красоты. Паша, ну пора, не останавливайтесь, говорите. Поэтому, ну, акцент тоже у нас больше на отношениях к фашистой энергии. Седьмая энергия, она влечет за собой некое получение знаний из мне, я рекомендую обучаться, заниматься различными духовными практиками. Языки можно изучать? Можно, нужно изучать. Вообще, любое знание, которое человек в себя вбирает, это очень благополучно. Восьмая энергия, ну, она такая, восьмая энергия очень двоякая, потому что, если человек правильно проживал, ну, достаточно гармонично, то вот в этот период, когда, ну, проявляется восьмая энергия, у него, может быть, успех, слава, все, что связано с карьерой, то есть какие-то денежные прилетают... Вознаграждение. Вознаграждение, да. А вот если человек шел, ну, не согласно своей души, да, то восьмая энергия, она несет некое такое вот кармическое воздаяние, что ли, это называют. То есть начинает отваливаться все то, что человеку не нужно. Поэтому, ну, я рекомендую таким людям отпускать, просто отпускать и... Сгорел дом, та и... Да. Я все равно не живу в нем. Позитивно. Ну, а девятая энергия, тоже энергия, направленная на внутрь. Здесь дела будут продвигаться очень медленно. Я не рекомендую людям начинать в этот период что-то новое, потому что все, что будет начато в период, когда будет девятка, оно завершится. Завершится, как бы не успев еще вот, ну, раскачаться. Ну, то есть лучше не начинать бизнес. Лучше завершать все то, что тянет, ну, тянет человека. Это могут быть в том числе и отношения. Ну, говорят, что девятнадцатый был, ну, непростой. Двадцатый, ну, в целом в мире ты имеешь в виду. Високосный год же будет, да? Да, будет високосный год. Не знаю, я очень люблю високосный. Я люблю очень вот энергию тринадцатую. Все, все у нас внутри. Если мы на это смотрим с точки зрения позитива, то у нас все и проходит достаточно гладко. 2020 год, в целом, он несет какие-то фундаментальные изменения, ну, во всех сферах. И с точки зрения, вот, выживаемости. Вот здесь людям нужно будет предпринять, ну, некую такую сноровку для того, чтобы удержаться на плаву. Спасибо большое. Можно вечно общаться. И тринадцати минут нам не хватит, и тринадцати часов. Юлия Морозова-Гуляева, кармический нумеролог, была сегодня вместе с нами. Друзья, это и другие интервью всегда можете пересмотреть на нашем сайте, кубань24.tv. Ну, и, конечно же, оставайтесь с нами в эту пятницу тринадцатую. Мыслите позитивно.